Меня зовут Артурский Жалей Лис, я архитектор-фантаст, довольно занимаюсь этим давным управлением уже в течение 10 лет. В данном форуме я вижу уникальную возможность вообще продемонстрировать в обществе какие-то совершенно новые отрывные идеи, не только градостроительные, но и объемно-планировочные все эти решения. Которые могут вдохновить общество на, собственно говоря, моделирование новой городской среды обитания. Потому что то, что мы сейчас имеем сегодня, на сегодняшний день, в таком средневековом аспекте, в этой такой зажатой кольцами, так сказать, уплотненной в Москве средневеков, вот такое построение, конечно, дает мало возможностей и люфта для того, чтобы, ну, как следует, какие-то произвести градостроительные масштабные эксперименты. То есть это какие-то такие, получая в свое время, полушковые вырезанные куски из ткани города, ну, здесь уже не раз упоминался Москва-Сити. Я там тоже был наверху, увидел, кстати, эти виды. На самом деле там тумана никакого нет, все более-менее прилично видно сверху. Единственное, что в окружении, конечно, присутствует, когда вы поднимаете на скоростном лифте туда, наверное, готово. Вот есть такой момент. В новом, так сказать, мегаполисе, в отличие от какой-то такой средневековой среды, можно попробовать совершенно удивительное издание. Вот я очень вдохновлен этим фильмом, о котором мы смотрели. Но у нас на Луриан, это потрясающе совершенно. Потому что моя работа, собственно говоря, как эстафета и продолжение этих рассуждений, потому что, собственно говоря, в Москву, я считаю, что вообще Москва может стать таким мостом между Востоком и Западом, где надо продемонстрировать общество совершенно какие-то новые интереснейшие проекты, а не какой-то такой, знаете, сводить полемику, знаете, к велосипедным дорожкам, там какие-то коров давать, разведем кур, там, распорядемся по малоэтажным домикам, там начнем садики вращивать, натуральные яблочки будем собирать. Это же, понимаете, это немножко такой патриархальный какой-то взгляд на общество средневековый опять. Он как бы, мне кажется, он себя и жил. Я очень хорошо к экологии отношусь, но экологически, проблему можно разворачивать с разных углов зрения. И не обязательно сводить к огородничеству и к частным каким-то нарезанным, так сказать, участкам земли. Это совершенно новая концепция видения города. И нам для этого учиться у европейских мастеров, у тех же, например, голландцев и в Европе очень много интересных проектов на эту тему, которые сводят не к каким-то там озелененным участкам и выращиванию цветочков, а совершенно новому, так сказать, проветривому, чистому, красивому, так сказать, насыщенному зеленью, какими-то зонами рекреационными, невероятными, которые вползают в градостоитную ткань, такая легкие своеобразные, такие отдушины. Ни в коем случае нельзя все застраивать монотонно, это должны быть какие-то динамические структуры. Вот.